Почему я с вами разговариваю, несмотря на то, что мне до чертиков страшно? А что, это не страшно, когда ты в носках с красной полоской, а тебя за это садят? Мы уже пришли в стадию репрессий, которая больше всего того, что было в Беларуси со времен Сталина. Потому что Александр Григорьевич очень мстительный, эмоциональный человек. Одним из сценариев, возможно, было задержание всей делегации Светланы Тихановской. Это будет очень серьезный удар по экономике. Не бьет ли это, в первую очередь, по рядовым гражданам, а не по режиму? Лукашенко будет вынужден прийти к Путину и договариваться с Путиным. Мне придется президента Путина попросить, чтобы он как-то меня отвез в Крым. Протестные настроения в Беларуси остаются очень высокие. Сейчас потенциалы для мирных протестов намного меньше, чем потенциалы для насильственных протестов. В случае такого шока я не уверен, что российская власть может устоять. Привет, друзья! Примерно год назад мы в редакции сделали выпуск про грядущие на тот момент президентские выборы в Беларуси. Мы назвали его «Победить Лукашенко», вот его обложка. И характерно, что из изображенных на этой обложке соперников Лукашенко один сейчас сидит, а двое в эмиграции. Вы сами знаете, что там было после выборов в Беларуси, все, что было потом, в начале этого года. Но вот случилась история с Райанейром, которая, кажется, довольно сильно и неожиданно, в том числе для тех, кто эту кашу заварил, ситуацию поменяла. Потому что, как уже неоднократно говорилось, Европа увидела в этом прямую физическую грозу для своих граждан. И в этот раз, похоже, мы видим введение не формальных, не словесных, а настоящих экономических санкций против Беларуси. И очевидно, что этот раунд санкций, этот раунд противостояния с запретом полётов, с возможным запретом транзита, экспорта, в том числе, возможно, нефтепродуктов, что это история всерьёз. Мы связались с нашими друзьями в Беларуси, которых мы и снимали, то для того выпуска, с которым мы общались весь этот год, многие из них уже обнаружились в эмиграции, потому что, наверное, для вас это не секрет, сейчас в Беларуси высокий уровень репрессий против активистов, особенно тех, кто выходит на улицу, и против журналистов. Поговорили с этими людьми, поговорили, разумеется, с людьми, которые сейчас находятся в Минске, для нас это принципиально важно, поговорили в том числе и со сторонниками Лукашенко, это наше общее правило, и постарались понять, насколько эта ситуация с самолётом перевернула повестку, происходящую в Беларуси. И как вся эта ситуация может повлиять на то, что происходит здесь, у нас, в России? Атмосфера, безусловно, отличается от того, что было полгода назад, 9 месяцев назад. Мы сегодня не говорим с вами о каких-то массовых выступлениях на улице. Но вы знаете, когда вы идёте по улице, вы видите человека с белым браслетом, вы встречаетесь взглядом, в магазине вы приветствуете друг друга фразой «Живи, Беларусь!». Вы всё равно видите своих людей, их слишком много, чтобы это спрятать. Наверное, это хорошо, что люди хоть как-то пытаются высказывают своё мнение и хотя бы таким способом, так как другим способом это может привести к большим опасностям, трудностям. Страшно, конечно. А что, это не страшно, когда ты в носках с красной полоской, а тебя за это садят? Это страшно. Можно с вами поговорить? Российский ютуб-канал «Редакция»? – Какой канал? – Российский ютуб-канал «Редакция Ютуб». В интернете мы выходим. – Это не запрещённо? Меня не посадят? Мы уже в Беларуси находимся? Я что-то побаиваюсь. – Не будете с нами говорить. – Побаиваюсь, побаиваюсь. – Очень жалко людей, которые сейчас безвинно находятся в тюрьме и страдают, во-первых. Очень жалко потери репутации, того, что вместе все многие строили с точки зрения того же IT-сектора. И системы образования, кстати, и того, что происходит сейчас с сгнением студентов и лучших преподавателей. Там, наоборот, надо было работать очень плотно, чтобы наращивать ресурсы. А мы сейчас деградируем. Это очень большая проблема. Это наш офис, офис Белорусской ассоциации журналистов. У нас в этом году был здесь обыск. В таком состоянии интересном мы живём. У нас забрали компьютеры, забрали часть документов. Поэтому сейчас каждый из сотрудников решает, где ему удобнее работать. Потому что понятно, что силовики снова могут прийти и снова захотеть что-то забрать. Хотя сейчас я не знаю, что можно забирать. Ужасная ситуация сейчас с репрессиями в отношении журналистов и в отношении медиа. Сейчас 33 представителя медиа вне воли. Это и те, кто был до дела Тудбаи задержан, и сотрудники Тудбаи. Меня осудили в понедельник, а на следующий день разгромили Тудбай. Я узнала об этом только спустя 6 дней. Причём в такой форме, в которой не хотела бы об этом узнать. Потому что мне об этом рассказали мои новые сокамерницы, которые не владели полной информацией и преподнесли это так, что всех задержали, всех посадили, Тудбаи нет, всё – конец. Ты не знаешь вообще ничего. Ты знаешь, что всё плохо, всё отвратительно и ужасно, но ты не знаешь, что именно и как. Артём, мы когда последний раз с тобой общались, это было в начале осени. Ты тогда был в Гомеле и с Иронией говорил, что пока ещё на свободе. Я вообще не понимаю, почему я ещё здесь. И с тех пор, как я понимаю, ты Беларусь покинул? Да. Мне пришла информация, что в течение суток меня будут арестовывать, и у меня не оставалось выбора. Я принял решение убегать. И убежал в Украину сначала. Скажи, а сколько сейчас в Беларуси людей, которых ты лично знаешь или твоих подписчиков находятся в заключении или под следствием? Я правильно понимаю, что все, кто остался в Беларуси и не успел уехать, все, кто остался в Беларуси и не успел уехать, кто остался в заключении сейчас? Да, все кроме одного. Давайте сразу к делу. У меня к вам один вопрос. Как вы едете на работу? На машине? На общественном транспорте? Вы что не в курсе, что у Ситимобил появились самокаты? В смысле это дольше? Сейчас я вам докажу обратное. Это Никитос. Работает в редакции. Он поедет из дома на общественном транспорте. А это Славян. Тоже из редакции. Он поедет оттуда же, но на самокате. Кто быстрее, тот получит от меня суперприз. Выходной. Ну что, поехали? Поехали. Продолжение следует... О, кто это там едет? Это же Славян. Я вам говорил. Так, Славян прибыл к нам за 29 минут. Никитоса нигде не видно. Пользоваться электросамокатами можно не только для поездок на работу, но и просто для приятного времяпрепровождения. Начать пользоваться очень просто. Прямо в приложении Ситимобил. Нигде не нужно дополнительно регистрироваться. И не нужно бояться, если вы ни разу не катались. У Ситимобил есть разные модели самокатов, как для новичков, так и для людей с опытом. Кстати, самокаты тоже участвуют в программе лояльности Ситимобил. Правила те же. Чем больше катаешься, тем больше твой уровень. А с ним больше и кэшбэк. Максимально аж до 20%. Скачивайте приложение Ситимобил, если вы еще этого не сделали, по ссылке в описании и катайтесь с ветерком. Мы уже пришли в стадию репрессий, которая больше всего того, что было в Беларуси со времен Сталина. То есть масштабы этих репрессий, наверняка вы о них слышали, это 35 тысяч уже больше задержанных, это больше 400 политзаключенных, тысячи людей сообщали о пытках в изоляторах из СИЗО и в тюрьмах. Уже несколько жертв от этого всего процесса, до 10 некоторые называют цифрой больше. Для сравнения, в России это полмиллиона задержанных. Это может быть не сталинский еще формат. То есть в России аналогичная была бы ситуация, если бы было полмиллиона политических заключенных. Задержанных, а политических заключенных, соответственно, ну больше пяти тысяч. Вот это примерно те пропорции, которые у нас сейчас. Я думаю, что Лукашенко сегодня и последние месяцы живет в ситуации, когда все остальные риски, кроме внутриполитических, не имеют значения. И любые репутационные сдержки, любые экономические последствия, они ставятся просто, ну не просто на второе место, они даже, мне кажется, не учитываются при принятии таких решений, как арест Протасевича, как наказание врагов. Как вам кажется, почему Лукашенко было так важно захватить Протасевича, хотя он просто редактировал телеграм-канал? Чтобы отомстить. Потому что Александр Григорьевич очень мстительный, эмоциональный человек. И это не первый раз, когда он ведет себя, как нам кажется, иррационально, чтобы отомстить своим врагам. И поэтому, кстати, все эти версии про то, что как-то Кремль его на это спровоцировал, что еще кто-то его подставили там как-то, чтобы он посадил самолет, мне кажется, не очень убедительными. Потому что это очень в его характере. Мы помним, как он арестовал вагнерсов, несмотря на все последствия. Мы помним, как он арестовал топ-менеджера Уралкалия Баумгартнера, который просто приехал на переговоры, а потом оказалось, что он посидит несколько месяцев, потому что он недостаточно уважительно разговаривал с Александром Григорьевичем. Мы помним, как его обвиняют в 90-х, вообще в убийствах политических оппонентов. Поэтому это вполне в его стиле. Он запоминает, он злопамятный, он мстительный, эмоциональный и готов. Я уверен, что он в принципе не думал о последствиях. А как вам кажется, что Софию Сапегу не возвращают России, несмотря на ее российское гражданство? Это потому, что Россия не очень настаивает? Или это просто демонстративная позиция Минска, в данном случае Лукашенко? Во-первых, прошло еще мало времени. Если помните историю с Баумгартнером, гендиректором Уралкалия, его вернули чуть ли не через год, через много месяцев после ареста. И он даже в глазах и дворусской, и российской власти не совершил чего-то такого, что вменяют Софии Сапеге. Ей вменяют администрирование телеграм-канала, который деанонимизировал силовиков и вел к травле их семей, к угрозам и так далее. В глазах наших обеих властей это очень серьезное преступление. Я думаю, что в каком-то смысле российская власть могла понять это. И они не случайно стали смягчать свою позицию, имея в виду Россию. Говоря, что да, она, конечно, наша гражданка, но ведь у нее и на вид на жительство в Беларуси есть. Это тоже нельзя не учитывать. Кажется, что не сильно и требуют ее выдачи. На самом деле мы обсуждали разные варианты, каким образом КГБ может давить или преследовать наших активистов. И одним из вариантов было то, что они могут на самом деле остановить самолет. Например, из-за плохой погоды самолет останавливается в Минске и всех задерживают. И буквально за пару дней до того, как мы возвращались из Афины в Вильнюс, этот вариант, этот сценарий обсуждался. Мы долетели, все хорошо, и потом бац, через неделю вот эта вся история. Ну и теперь мы сейчас обсуждаем, почему так произошло, чья вина, где нарушение протоколов безопасности. Ну и спецслужбы Литвы и других стран нам сообщили, что одним из сценариев возможно было задержание всей делегации Светланы Тихановской. Я слышал, что Тихановская сказала, что за неделю до истории с Районейр она летела тем же рейсом. Мне вообще это довольно удивительно, ведь вы, те, кто вынужден был покинуть Беларусь, те, кто ведёт активную политическую деятельность, должны были бы понимать, к чему могут привести перелёты над Беларусью для вас. Тот же Протасевич, казалось бы, должен был про это подумать. Почему этого не произошло? Вы такого не ожидали? Нет, конечно. Это неожиданно, мне кажется, было для всех. И Светлана летела где-то неделю назад, и я месяца два назад летал в Турцию, тоже из Вильнюса над территорией Республики Беларусь, и туда и обратно возвращался. Честно говоря, как-то не очень укладывалось в голове, что такое может произойти. На самом деле вы правы. Ну вот захват, пиратский захват воздушного судна, это уже выходит вообще за всякие рамки, тем более с использованием истребителя, тем более с ложным сообщением о минировании. Сигнал о минировании самолёта был получен тоже из-за рубежа. Меня обвиняют в том, что я направил МиГ-29, якобы вынудивший пилота посадить самолёт. Абсолютная ложь. Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь. К сожалению, наши западные партнёры, вместо того, чтобы начать реальное расследование, потому что вопросов очень много, с ситуацией решили просто взять одну недоказуемую из версий, условно, что там белорусские КГБ, белорусские спецслужбы специально это всё организовали, и её ретранслировать. На мой взгляд, это опрометчиво. У них всегда ничего не доказано, ничего не понятно, всё разбираются. Почему они так говорят? Чтобы придумать какую-нибудь ещё более идиотскую версию объяснения. Хамас не прошёл, Швейцария не прошла, американцы не прошли. Сейчас ещё выдумывают себя отбелить. Но здесь, мне кажется, всё чёрно-белое, всё очень чётко и ясно. Кто, зачем, почему это сделал? А как вам кажется, если Лукашенко не заботится о том, что скажет и сделает Запад, почему было просто не перехватить этот самолёт согласно международной процедуре, приказать ему приземлиться? А зачем нужна была вся эта история с фейковой бомбой, история мелкого жульничества? Я думаю, что как раз какого-то чёткого плана не было. Очевидно, в решении задержаний принималось в очень сжатые сроки, достаточно спонтанно. И было очень много несогласованности в этих действиях. И мне кажется, что в принципе власти они не рассчитали возможность такой жёсткой реакции. Самый очевидный удар нанесён по авиаиндустрии, по Белавиа и БелАэронавигации, которая обслуживает пролетающий и прилетающий рейс. Насколько это чувствительно? Насколько это может убить авиаиндустрию белорусскую? Можно предположить, что БелАэронавигация потеряет до половины своих доходов. Оценочные на 2019 год это было под 80 миллионов. Прошлый год это примерно 50 миллионов. Только вот половину от этих доходов, в долларах это всё, половину от этих доходов быстрее всего компания потеряет. БелАэ была прибыльной компанией, очень много зарабатывала на транзите транзитных пассажирах, потому что в ковид Минский аэропорт не закрылся. И россияне активно пользовались Минском. И это означает, что БелАвия теперь уходит глубоко в убыток. Её нужно будет спонсировать из бюджета. Это осушает резервы этой власти. И, соответственно, если вы ждёте её банкротства, то это приближает это банкротство. Эти последствия опасны для многих белорусов, которые до этого не могли выехать уже в Европу из-за закрытой наземной границы, а теперь ещё не могут улететь в Европу, потому что и авиасообщение прерывается. Для них это опасно, потому что в России, как мы знаем, как мы видели за последние месяцы, Россия уже не является безопасным местом для белорусов, которых хотят арестовать. Для них опасно, а для режима я не вижу никакой угрозы. Мы видим очереди людей, которые вынуждены сдавать билеты. Там понятно, что у людей рухнули планы у многих. Не бьёт ли это в первую очередь по рядовым гражданам, а не по режиму? Это бьёт и по рядовым гражданам, и по режиму. Хотя я думаю, что какие-то новые маршруты будут найдены, наверное, перелёты станут дороже, но не то, чтобы Беларусь будет полностью заблокирована. Для белорусских авиапассажиров, рядовых граждан есть ли сейчас какая-то альтернатива вылететь другой авиакомпании в Европу или дальше Европы? Смотрите, транзит через Стамбул – самый простой вариант, который сейчас существует из Минска. То есть турецкие авиалинии летают над Украиной, Украина их пропускает в Минск и в Минст-Стамбул. Цены сумасшедшие, резко взлетели на билеты, где-то уже похоронено очередной сезон через коронавирус. Поэтому опять власти, по сути дела, выстрелили себе во все конечности и в голову. Потому что к такой власти, даже те, которые колебались, уже никакого доверия не будут иметь, и только неприятие, только хардкор. Поэтому я не знаю ни одной социальной группы, кроме таких жестких ябатий, которые были бы за Лукашенко, говорили, вот дожимать до конца, и мы же за железным занавесом даже выжили. Знаете, какой самый популярный с точки зрения просмотров выпуск редакции за все время? Это выпуск про катастрофу Ту-154, где погибла доктор Лиза. Мы его сделали примерно полтора года назад, и за это время он набрал почти 9 миллионов просмотров. На втором месте выпуск про подводную лодку Курск, почти 7 миллионов за почти два года. А на третьем довольно неожиданно для меня оказался спецреп Саши Сулим про ангарского маньяка, 5,5 миллионов за полгода, даже чуть меньше. Я думаю, что он еще соберет. Ну, сейчас точно кто-то скажет, неудивительно, выпуски про катастрофы и про криминал всегда собирают много. Я отчасти соглашусь, да, возможно, тематика и привлекает дополнительно аудиторию, но каждый из этих выпусков сделан с холодной головой, без чернухи, без смакования жестокости. И мне это очень важно. Обратите внимание, например, что история про ангарского маньяка – это в первую очередь история про хороших полицейских, которые вопреки системе остались верны своему делу. И маньяк там вообще не главный герой. Кстати, ровно по такому же принципу сделан сериал «Душегубы», основанный на реальном деле витебского душителя Геннадия Михасевича, одного из самых жестоких маньяков в истории СССР. По сюжету расследовать преступления назначают двух следаков – одного продажного, а другого честного. По ходу дела вскрывается местная коррупция, палочная система, стремление выслужиться перед начальством, и пока честный следак пытается противостоять всему этому, в городе продолжают пропадать женщины. Сериал «Душегубы» можно посмотреть эксклюзивно в Амедиатеке. Там же огромный выбор фильмов и сериалов от ведущих зарубежных студий, которые выходят одновременно со всем миром. В Амедиатеке нет рекламы, а в приложении контент можно скачать прямо на смартфон и смотреть где угодно, даже без интернета. Для новых пользователей первые семь дней – бесплатно. Но я вам советую оформить подписку, чтобы не торопясь посмотреть «Душегубов» и другие сериалы, например, «Ваша честь» или «Мейер из Исттауна» с Кейт Уинслет в главной роли. Ну а потом можно взяться за легендарную игру престолов, которая в этом году отмечает свой десятилетний юбилей. Я на неё не так давно подсел прям. Ссылку на медиатеку ищите в описании, а по промокоду «Пивоваров» вы сможете оформить любую подписку с 50-процентной скидкой. Нужно обращать на себя всё больше и больше внимания. Если каждый будет думать, что ничего не поможет, ничего не случится и не поменяется, любая кроха важна. Поэтому я за санкции, конечно. Куда уезжать? Мне 67 лет. А не давят на вас вот эти запреты полётов? Нет, я никуда. В принципе, кроме дачи, я никуда не выезжаю. Так что у меня практически... Ну, там всё образуется, никаких вопросов. Конечно, хочется летать, отдыхать куда-то. Конечно, хочется передвигаться, чтобы кто-то приезжал, так сказать, и общались. В принципе, в целом-то наша страна нормально развилась и развивалась до сих пор. То, что запретили полёты над Беларусью, мы не требовали этого, мы не просили этого. Это было решение международного сообщества. Мы его понимаем, и мы понимаем, почему это они сделали. Потому что здесь вопрос внутренней политики Беларуси стал вопросом безопасности всей Европы. После задержания Романа Протасевича оппозиция подписала коммунике. Можете, пожалуйста, рассказать, в чём ваш план? Самое главное, что план, стратегия остаётся прежней. Мы не видим другого выхода из кризиса, чем через новые выборы. Понятно, что Лукашенко пробует тему замять. Он предлагает конституционную реформу, какие-то для отвода глаз встречи, дискуссии, дебаты, псевдоэкспертов, аналитиков. Но мы настаиваем на новых выборах. Вы недавно пообещали за арест Лукашенко 11 миллионов евро. Можно поподробнее? Кто и как должен его арестовать, чтобы получить эти деньги? Это второй этап компании. На самом деле первый этап – это сбор денег на арест. Причём мы этот сбор осуществляем таким образом, что средства, которые вы готовы были бы пожертвовать на случай ареста Лукашенко, они не списываются с вашего счёта, они просто резервируются там и списаны будут только после того, как это событие произойдёт. Это политический жест, да? Это не то, что вы ждёте, что его действительно кто-то арестует и будет претендовать на эти деньги? Да нет, конечно, мы ожидаем, что его кто-то арестует. А кто просит? Кто его может арестовать? Ну, конечно, кто-то либо из представителей силовых органов, которые понимают те законы, которые он нарушил. Такие жесты уже делались, по-моему, в августе или в сентябре. Уже оппозиция об этом объявляла. Это не сработало тогда на пике политического кризиса. Ожидать, что это сработает прямо сейчас, я очень сомневаюсь. Люди вокруг Лукашенко верят Лукашенко больше, чем они верят цепкалой другой оппозиции или диаспоре уже, можно сказать. Потому что они искренне воспринимают этих людей врагами, нанятыми Западом, которые будут врать, чтобы достичь своих целей. Вот такое восприятие. Это, очевидно, не способствует тому, чтобы кто-то поверил обещаниям лидеров оппозиции. Тут часто говорят, там, оппозиция, санкции, там, вот это делать. Нет, никто не делает больше работы по тому, чтобы санкции случились в Беларуси, чем действующая власть. Мы с вами на Октябрьской улице. Я знаю персонально какое-то количество ребят, которые уехали отсюда. Небольших стартапов, которые могли бы стать следующим единорогом и быть миллиардной компанией лет через 10. А сейчас с какой-то вероятностью это будет в Польше, Литве или Украине. Беларусь получает статус изгоя, еще больше это подчеркивается. Жесткий сценарий – это тот, который частично описал Bloomberg, Financial Times. Секторальные санкции – это калий, нефтепродукты, металлы, удобрения, химические товары, древесина. Если все это полноценно вступит в силу в таком виде, который, например, в режиме американских, то это реально удар по белорусской экономике сродни 15-20% ВВП. Это будет примерно так же для нашей экономики, как и после развала Советского Союза. Это мощнейший удар под их. Ни военный коммунизм не спасет. Ничего не спасет из того, что мы сегодня имеем. Санкции против нефтегазового экспорта – это достаточно болезненные санкции, потому что значительная часть белорусского экспорта в Европу приходится именно на нефтепродукты. Что касается калийных удобрений, я, честно говоря, не вижу здесь особого проблем, потому что, во-первых, вклад этой отрасли в экспортные поставки намного ниже, а во-вторых, это Белорусская давно диверсифицировалась и на сегодняшний день поставляет в Европу около 11% своего экспорта. Основные покупатели – это Китай, Индия и Бразилия. Вы правы, абсолютно. Китай, Индия, Африка. Но, если вы, например, если это будет санкция образца американского, те компании, которые работают санкционными белорусскими, они не в состоянии, значит, будут подвержены санкциям стран Америки. И потери могут быть долгосрочно очень серьезные, потому что ни Китая, ни Индия, ни Бразилия неинтересно иметь дело с компанией, если потом такого рода бизнес отражается на их взаимоотношениях с Америкой и с другим миром. Почему, как вам кажется, когда был сбит Боинг над Донбассом, когда произошли скрипали, Европа на словах шла далеко, но санкций никаких серьезных, подобных тому, что сейчас обсуждается, из Белоруссии не ввела? Да, потому что с Белоруссией никакой ответной опасности нет. Ставки гораздо ниже, можно позволить себе гораздо больше с Белоруссией, чем с Россией, во-первых, и во-вторых, тут очень четко видно… Здесь нет никаких сомнений, кто это сделал. Если в случае с Боингом или даже с Крепалями расставались какие-то просторы для интерпретации, для альтернативных версий, тут-то никаких сомнений нет, и есть возможность демонстративно наказать диктатуру. Если Европа введёт те жёсткие санкции, о которых сейчас говорится, и против нефтяного сектора, и против экспорта удобрений, и против транзита транспортного, может ли это к чему-то подвигнуть Лукашенко, к чему-то его вынудить? Это точно его вынудит к более тесной кооперации с Россией. Это прям без сомнений, что если отключать транзит калийных удобрений через европейские порты, балтийские порты, они перейдут в российские. Если закрывать рынок сбыта для нефтепродуктов, Лукашенко их будет по дешёвке сбивать в Россию, Россия будет перепродавать свои или перепродавать эти же, но, разумеется, с наценкой. То есть со скидкой для Беларуси получается. Если закрыть экспортные какие-то каналы или каналы транзита газа, что тоже обсуждается, всё это пойдёт в обход Беларуси. Это принесёт убытки в том числе и России, но для Беларуси это будет означать, что Россия останется для неё единственным рынком сбыта всей той продукции, которую Европа не станет покупать. То есть это увеличит привязку. Экономика здесь тоже какое-то концентрированное выражение политики, поэтому может идти речь о поглощении новых отраслей беларусской экономики. Продажи тех же нефтеперерабатывающих заводов, Беларусь-калия, оборонной промышленности, которая в Беларуси на неплохом таком уровне ещё. Размещение российских войск, военных баз на каком-то более постоянном режиме базирования в Беларуси, потому что до сих пор у нас нет российских военных баз, есть два военных объекта, но это несерьёзно с точки зрения того, что в России есть в Армении или в Крыму или где-то ещё. К сожалению, мы понимали ещё с самого начала, что если будет вот такая массовая революция, как в Беларуси происходит, да, неповиновение, то Лукашенко будет вынужден прийти к Путину и договариваться с Путиным. Но мы рассчитываем на то, что и российское общество тоже не дремлет. Мы видим о том, что происходит определённое бурление в обществе, то, что произошло с Навальным, какие акции протеста проходили после ареста Навального. То есть это такая надежда, скажем так, что и ваше, и наше общество станет свободным. Но, к сожалению, другого выхода нет. Лукашенко рассказывал всё время Европе о том, что он гарант независимости и стабильности. Если не будет его, мы будем в России. Сейчас режим и экономика Беларуси и так находятся в зависимости от России. Все предыдущие санкционные пакеты особенно никаким образом не влияли на зависимость беларусской экономики от России. Это ещё один нарратив, который мы часто слышим, который забрасывается в европейских кабинетах. Типа не надо санкций, потому что это угроза независимости. Нам создают такую искусственную дилемму. Выбирайте или свобода, или независимость. На самом деле и свобода, и независимость идут в одном пакете. Когда у тебя нету свободы, то не будет и независимости. Нету независимости, не будет и свободы. До сих пор всё-таки у России очень ограниченное влияние на внутреннюю политику Беларуси. Своих партий нет, своих политиков надёжных нет, своих силовиков, олигархов. Этого всего нет. Поэтому Россия и держится с Лукашенко, потому что альтернативы-то нет. Она может очень не любить Лукашенко. В Кремле, я так понимаю, к нему очень отношение такое сложное на разных уровнях. Но в отсутствие альтернатив он сумел настроить эту всю ситуацию так, что он всегда наименьший из доступных зол для Москвы. И вот это может ситуация измениться в случае большего проникновения России в белорусскую политику. Москва так или иначе понимает, что при Лукашенко Беларусь не сможет никуда встроиться, ни в какие западные интеграционные структуры никак. Он стопор на пути любого дрейфа Беларуси на Запад. Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что приехали. Как и договаривались, мы договорились об этом еще до очередного витка. Всплеска эмоций. Как мы знаем, на последней встрече Лукашенко и Путина в Сочи речь шла про транш в 500 миллионов из большого кредита, обсужденного ранее. Как вам кажется, стоимость, в буквальном смысле, Лукашенко для России будет расти в возримом будущем? Ну, Россия пока демонстрирует желание как можно не давать ни копейки больше, чем необходимо для его спасения. Эти 500 миллионов, это же, как вы сказали правильно, еще сентябрьские. И даже уже в сентябре, когда это обсуждалось, это во многом были виртуальные деньги, типа прощения долгов Газпрому, когда мы вначале ставим цены выше рыночных на газ Беларуси, у него формируется долг, а потом мы долг прощаем и называем это кредитом. То есть я бы не преувеличивал стоимость белорусского режима для России. Да, конечно, она может расти, потому что экономическая ситуация в Беларуси ухудшается, и я уверен, что для российского режима тема безопасности всегда важнее темы денег. И даже если эта стоимость будет расти, то деньги найдутся. Уже имеется договор, что второй транш кредита со стороны Российской Федерации придет. Сейчас главное для руководства Беларуси не допустить перезагрузки отношений России и Запада. Почему? Потому что в России имеются определенные лоббисты, которые думают, что встреча Байдена и Путина сможет перезапустить отношения, нивелировать некоторые санкции, либо отменить, либо заморозить. Если Россия и США после этой встречи станут на путь какой-то деэскалации, на путь каких-то уступок, то вот эта вот игра Лукашенко на противоречиях, попытка представить себя как антизападным, максимально антизападным, пророссийским субъектом, она будет уже не настолько востребована в Кремле. Кремлю не нужны будут новые конфликты и скандалы вроде этих боингов задержанных. Кремлю не надо будет еще новые споры, чтобы их разрешать, чтобы рикошетом санкции били по Москве. Сегодня я хотел бы задать вопрос Зеленскому. Ну а при желании полететь в Крым мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется президента Путина попросить, чтобы он как-то меня отвез в Крым. Будут ли сейчас из Москвы давить на Лукашенко с тем, чтобы он все-таки признал Крым? Мы помним, что он так с 2014 года и не признал его российским. Слушайте, я думаю, что на него постоянно давят из Москвы на эту тему, как и на некоторые другие. Но успеха пока мы не видим. Поэтому, может быть, даже это давление чуть-чуть снизится с учетом того, что человек находится действительно в сложном положении. Я вполне допускаю, что Путин может мотнуть на эту руку и сказать «поговорим там через год». А почему для Москвы так опасно загонять Лукашенко в угол? Потому что с точки зрения Москвы тогда украинский сценарий становится слишком вероятным? Я думаю, что украинский сценарий действительно вероятен без относительной точки зрения Москвы. Потому что, смотрите, когда Путин загоняет Лукашенко в угол, эта стратегия работает только при одном условии. что в стране не происходит внутреннего коллапса. Но если ты прессуешь человека, который завтра может просто лишиться власти и визвать этого прессинга, то это опасный путь для Путина. Для того, чтобы понять, как Путин будет себя вести, давайте посмотрим на то, он реагировал на события в Украине. Давайте посмотрим, как он реагировал на события в других постсоветских странах, которые отрывались от Советского Союза. Посмотрим, что произойдёт. У Путина есть амбиции. У нас тоже есть амбиции. Вы видите вероятность того, что в результате ужесточения западных санкций Лукашенко будет вынужден принимать условия Путина вплоть, возможно, до присоединения Беларуси к России? Нет, я не думаю, что вопрос идёт о том, чтобы Беларусь была присоединена к России. Потому что это очень сложно. В конце концов, принять такое решение Лукашенко сам не может. Это так или иначе должен будет принимать белорусский народ, как это может быть непафосно звучит. Когда будет требовать изменения Конституции, и многих других моментов. Никто не собирался никогда присоединять Беларусь. И не соберётся? Я думаю, нет. Зачем? Империя? Воссоздание империи? Нет, я не вижу никакого запроса. Все это можно. Все эти вещи, которые... Вы не видите запросы на империю? Нет, запрос на империю может быть и есть, но Беларусь тут мало помогает. Мне кажется, невероятным сценарием. И никогда всерьёз он не обсуждался. Это были такие завышенные страхи, во многом организованные самим белорусским режимом, чтобы сделать Запад более уступчивым в отношении белорусского режима. Потому что на Западе, понятное дело, в Беларуси ценят больше всего её независимость. Потому что она не является частью России. Я не считаю, что Беларусь может уйти от России куда-то на Запад, особенно в ближайшие годы. Привязка настолько серьёзная, что за это даже не выступает ни один оппозиционер, ни один из лидеров оппозиции. Если вы посмотрите на программы всех оппозиционных ключевых кандидатов на выборах 2020 года, они мало отличались от Лукашенко. Это такой же союз с Россией, это такое же балансирование, насколько это возможно многовекторная политика. И это не случайно, потому что все понимают реальность, довольно жёсткую реальность привязки к России, экономическую, политическую и всё остальное. И что это невозможно разорвать. Мы хотим развести две темы. Российский вопрос и белорусский вопрос. Нас снова бросают в эту дискуссию о России, как изменять отношения с Россией. И они сразу… И Беларусь как часть российской проблемы. Мы говорим, послушайте, Беларусь – не геополитический кризис. Это кризис внутренний, кризис ценностей. Люди хотят свободы, демократии, свободных выборов. Они не хотят, не рвутся в Россию или Евросоюз. Это не о том. Когда вы ставите у нас парадигму, что Россия там подумает, скажет, а как сделать её роль более конструктивной, как сделать, чтобы Москва отпустила Лукашенко, мы сами себя связываем по рукам. Сами себя бросаем в эту мышеловку, в эту ловушку времён холодной войны, в сферы интересов. Нужно от этого отходить, перестать этим мыслить. И то же самое мы Кремлю передаём. Пока что мы вместе с Еврокомиссией выработали такой план помощи финансовой и экономической на первые года после ухода Лукашенко и проведения новых выборов. Скажите, вот тот план Европейской комиссии по экономической помощи Белоруссии, офис Тихановской оценивает его в 10 миллиардов долларов, это деньги, которые страна получит в случае смены режима. Правильно я понимаю? Я на самом деле к любым государственным заимствованиям отношусь очень остороженно, потому что для этого тот, кто берёт деньги, он должен обладать достаточной квалификацией, чтобы потом эти деньги возвращать. То есть мы иногда думаем о том, как мне вернуть там, не знаю, 10 или 100 тысяч долларов, если я взял их у кого-то в качестве кредита. А здесь речь идёт об огромных суммах. Поэтому страна, конечно, должна не делать ставку на внешнее заимствование. Хорошо, если европейцы обещают эти деньги, но здесь надо создавать правильный инвестиционный климат, где ответственность будет разделена между инвестором и его белорусским партнёром. В этом случае тогда не ляжет неэффективное использование заёмных средств на плечи обычных граждан. Очень хорошо, что 10 миллиардов долларов может быть получено Белоруссию. Это мы знаем, как это делается. Это не то, что есть план на конкретно деньги, замороженные в банке, вот только нужно взять. Но он очень хорош тем, что он создаёт и представление об альтернативных издержках. Грубо говоря, на альминутатуре, красных директоров, даже тех людей, которые верят, Лукашенко верит в сегодняшний курс, когда они столкнутся с ужесточением политики, с падением доходов, с товарным дефицитом, может быть. 10 миллиардов долларов, которые Беларусь может получить в случае демократизации новых выборов, это действительно очень хороший, мощный такой аргумент. Мощная морковка или пряня. Я не уверен, что мы дойдём до такого выбора, когда с одной стороны будет какой-то обвал, с другой стороны будет поглощение России, с третьей стороны будет европейская морковка. И найдутся в номенклатуре люди, которые соберутся и подумают, ну давайте принимать разумный выбор. Это очень такая фантастическая ситуация, но у Евросоюза из-за того, что нет рычагов серьёзных, они вынуждены налегать на вот такие, третьего-четвёртого действия, которые сработают только в случае, если сложатся все звёзды. Не говорим! Нет! Не говорим! Нет! Не говорим! Нет! По вашим ощущениям, сколько сейчас процентов всё ещё поддерживает власть, сколько поддерживает перемены. В моём окружении люди, которые поддерживают перемены. Это 100%. Если доверять каким-то более-менее статистическим данным, то 80%, мне даже кажется, что 90% населения Беларуси сейчас за перемены. Потому что то, что происходит сейчас в стране, выходит абсолютно за все рамки. Спрос беларусов на демократию. Согласно опросу, который был проведён в январе или, по-моему, в феврале немецкой компанией, только 42% беларусов считали демократию наилучшей формой правления. Это очень мало. То есть есть те, которые радикальны, то есть они примерно одинаковы, но я думаю, что где-то 15-20% около этого. То есть те, которые давайте додушим, давайте санкциями задушим, то есть самое радикальное. Как и, собственно, с другой стороны, давайте построим трудовые лагеря, туда сгоним за любые проявления неповиновения, даже за любые комменты, сажать уголовные дела, открывать, чуть ли не расстреливать. Вот такая риторика с двух сторон. И это атмосфера того, что Беларусь разрывает на части. И любое решение для любой из сторон было бы хоть каким-то, знаете, уже отдушенное. Вот 40% тех, которых посередине, они сидят и думают, боже мой, куда мы идём? Переможем! 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 Как вам кажется, будет ли Лукашенко стараться удержаться у власти как можно дольше или всё-таки мы увидим начало процедуры транзита, то есть передачи преемника какому-то? Я думаю, что он будет стараться удержаться как можно дольше. Почему вам так кажется? В данном случае транзит как таковой уже заявлен. Но это будет транзит от Лукашенко к Лукашенко, причём не к другому Лукашенко, а к тому же самому. Потому что они начали изменения, якобы изменения, чисто формальные, в Конституцию. Они должны закончиться приблизительно к первому кварталу следующего года. Дальше они будут формально обсуждены и, скорее всего, приняты. После этого наверняка будут организованы какие-то новые выборы. И вот это и станет моментом проверки ситуации на прочность. То есть я предполагаю, что Лукашенко, конечно, будет баллотироваться, возможно, если это парламентская республика, он будет сначала баллотироваться в парламент, потом, соответственно, станет его депутатом, а потом другие уважаемые члены парламента изберут его премьер-министром. То есть я вижу так. То есть он... после прошагодных событий он меньше всего хочет уйти. На самом деле даже сам Лукашенко, он довольно прямо говорит, что он понимает, что он сидит слишком долго. Ну, говорит он... Понятно, что он может говорить все, что угодно, но мне кажется, что нет. Это последний срок. Это все-таки не может работать бесконечно. Выживание системы, система хочет выжить сама, независимо от самого Александра Григорьевича. И Кремль готов ей предоставить эту возможность. Но разве для кремляния является главным риском то, что при любой смене власти возможен украинский сценарий, о чем мы часто слышим? Поэтому эту смену власти надо организовать самим, а не дожидаться, когда все рухнет и пройдет именно по украинскому сценарию. Вот вы говорите про транзит власти. Если действительно есть такие планы, вы себе предполагаете, что Лукашенко может иметь в планах тихую старость, пенсию где-нибудь на грядке во дворце с картошкой? Это реалистичный сценарий? Я представляю, что он имеет в своих планах остаться в живых и оставить в живых своих детей. И это вполне себе реально. И на мой взгляд, существует более-менее. То, что мы видим последние месяцы, это выстраивание прямых связей между Кремлем и другими участниками белорусского режима. Поясните, с кем Кремль выстраивается? Ну, просто с кем угодно. С министром обороны, с министром странных дел, с силовиками белорусскими. Чтобы Лукашенко не был единственной точкой входа для России внутрь белорусского режима. А есть какие-то реальные факты, которые указывают на то, что Кремль выстраивает отношения прямые с другими участниками? Конечно. Гигантское количество контактов, особенно в силовых структурах. Они всегда были тесными. Они стали еще более теснее. Если сейчас у Лукашенко есть какая-то автономия, как проводить свою конституционную реформу, если захочет кого выбрать в преемнике, если ситуация прижмет, то чем дальше он погружается в зависимость от России, тем больше будет Россиями играть роль в этом процессе вплоть до подбора кандидатуры. Белорусс! 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 Я думаю, что сейчас мы входим в такую новую волну неповиновения, протеста, давления на Лукашенко. Сейчас в время партизанки, подпольной борьбы, неповиновения. Есть там кампания экономического бойкота, банкомат, обменник банка, где люди снимают свои деньги, там забирают у Госбанка. Белорусбанк и Белорусбанк – два основных донора этой госсистемы. Мы призываем людей, например, задерживать или не платить коммуналке или по счетам. Многие люди находятся в режиме итальянской забастовки. Давление на активистов, перенитивные задержания и вынужденный выезд за пределы страны, разгром сейчас информационного поля. Наверное, это не остановится в Белорусской власти. Есть еще что погромить, есть и бизнес нелояльный, есть еще гражданский сектор, есть еще оппозиционные партии. Наверное, как-то в этом отношении будут развиваться. Но понятно, что протестные настроения в Беларуси остаются очень высокие. Это показываются и социологические опросы, да и все общие наблюдения. Результаты которых теперь нельзя публиковать, как мы знаем. Да, если они не проведены по лицензии, которую выдают Белорусские власти. Но при затягивании ситуации, конечно, какие-то протестные проявления, возможно, уже гораздо более насильственного характера могут быть. На сегодняшний день после того, что произошло, я говорю о самолете, о посадке самолета и о реакции мирового сообщества, то стало немного попроще. Люди снова начали выходить на улицы. Начали появляться марши, что не может не радовать. То есть люди почувствовали, что есть шанс на победу, но ещё пару недель назад апатия была огромная. Мы говорили с несколькими людьми, кто сейчас уже за пределами Беларуси, с белорусами, и они называют ситуацию внутри страны разворачивающейся революцией, революцией в развитии. Есть ли внутри страны ощущение того, что это революционный процесс? Это всё-таки философские подходы к одному и тому же процессу, очень глубокому, который начался в 1920 году. Можно ли назвать первую русскую революцию и февральскую, октябрьскую частью одного большого процесса? Наверное, можно. Можно ли назвать восстание солидарности начала 80-х годов Польши и конца 80-х годов Польши, которая прервалась на чрезвычайное положение? Можно ли назвать это частью одного процесса? Наверное, можно. Широко говоря, это часть одного большого восстания польского общества против своей коммунистической диктатуры. В таком смысле, да, мы сегодня находимся в одном широком историческом процессе избавления от авторитарного режима Лукашенко. Но по факту августовский, сентябрьский этап революции в Беларуси подавлен. Я тоже считаю, что это часть, в принципе, одного такого растянутого в истории процесса демократизации, что ли. Можно это и так, наверное, назвать. Но он проходит просто через боль, муки и страдания, потому что белорусское общество показало в 2020 году, что оно не готово идти по сценариям насильственной смены власти, которая может давать более быстрые результаты, но оборачиваться ещё большим числом жертв. Тогда не было готово. А сейчас такая готовность не возросла ли? Я думаю, что сейчас потенциалы для мирных протестов, того же масштаба, что мы видели в 2020 году, намного меньше, чем потенциалы для насильственных протестов. Кажется ли вам, что ситуация в России будет развиваться по белорусскому сценарию? Я думаю, такой риск есть и общий вектор примерно будет развиваться. Она уже развивается по белорусскому сценарию. Но просто я думаю, что Россия гораздо более сложно организованная страна, и российский режим гораздо более многоголовый и коллективный. И поэтому вот такого тотального доминирования одного человека над всем силовым аппаратом будет очень сложно достичь. И я думаю, в случае такого шока, какой был в Белоруссии в августе, прошлого августа, я не уверен, что российская власть может устоять. Она всё-таки гораздо более разнообразна и разнородна, и она может не сохранить единство от такого мощного удара, какой был, например, произошёл в Белоруссии после президентских выборов. Вам не страшно? Мне страшно? Я же нормальный человек. Мне страшно. Все равно с вами разговариваете. Я всё равно с вами разговариваю. Почему я с вами разговариваю, несмотря на то, что мне до чёртиков страшно? Почему? Наверное, потому что я говорю не только за себя, я говорю за людей, которые мне доверились. Я здесь, пока есть что делать, есть возможность работать, и, безусловно, мы будем этим заниматься, пока не то, что не наступит демократия, а пока не начнётся движение. Это же не чёрно-белый, это не выключатель на стене, что автократия, демократия – оп, всё нормально. Это процесс, это долгая работа. Нам, в том числе всем как гражданам, надо учиться этими инструментами пользоваться, принимать адекватные решения. Почему вы до сих пор не уехали? Хороший вопрос. Многие советуют. Я всё-таки не на переднем фронте, фланге какой-то борьбы. Я не активист, не журналист сейчас. Люди, которые под первым таким огнём идут. Я всё-таки больше какой-то аналитик. И какой-то острой, немедленной угрозы не чувствую. А дальше включаются разные бытовые самооправдания на тему, как сложно уехать с маленьким ребёнком, с семьёй, как потом будет сложно и непонятно, почему можно будет вернуться в ситуации, когда нет понятной угрозы, непонятно, когда она и пройдёт. И что-то останавливает меня, чтобы не уехать. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Я обратил внимание, пожалуй, на три вещи, когда снимал этот выпуск. Во-первых, в Беларуси по-прежнему много людей, которые не боятся в том числе публично говорить о том, что они чувствуют, о том, что они думают про власть, про происходящее в стране. Это, конечно, говорит о том, что люди не запуганы настолько, чтобы держать рот на замке, но, с другой стороны, говорит и о том, что власти не считают нужным преследовать тех, кто говорит, а преследуют тех, кто что-то делает. Ну и плюс журналистов, как мы уже поняли. Второе, более опасное, это то, что, как мне показалось, люди в Беларуси становятся более злыми. Но это очевидно, что они видят, мирный протест не работает, только приводит к обратным результатам, к усилению репрессий. И обычно в таких ситуациях большинство замолкает, уходит с улиц, ограничивается своим кругом общения, но, безусловно, находятся те, кто радикализируется. И мы понимаем, к чему это ведёт, ни к чему хорошему не ведёт точно. И третье – это непредсказуемость. В том смысле, что никто же не мог предвидеть, что произойдёт эта внезапная посадка Боинга Ryanair, и что после неё будут такие санкции. Но мы видим, что эта ситуация оказала огромное влияние, в том числе на людей, которые, как мы только что услышали, были уже в апатии, а сейчас вдруг опять воспряли духом внутри Беларуси. И в этом, как мне кажется, ситуация в Беларуси похожа на российскую. Вообще схожестей за этот год стало явно меньше, но вот этим наши страны похожи. Потому что и в России, как вы знаете, всё время говорят о чёрных лебедях. Чёрный лебедь – это такая политическая теория о событиях, которые невозможно спрогнозировать, но которые оказывают огромное влияние на всю ситуацию. И в России эта теория очень популярна, об этом тоже всё время говорят. И очень символично в этом смысле, что чёрным лебедям, который сейчас так спрессовал ситуацию в Беларуси, оказался именно Боинг – самолёт. Сейчас для многих самолётов небо в Беларуси закрыто, но есть подозрение, что чёрные лебеди туда всё-таки прилетать будут и впредь. Это «Редакция». Комменты, лайки туда. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok